наконец-то я получил достаточное количество знаний фактов для того чтобы записать этот ролик давайте сразу определимся с такой формулировкой если мы живем плохо и все в этом мире как бы специально сделано чтобы нам было плохо значит так и есть все это сделано именно намеренно нас абсолютно искусственно вводят состояние невежества и идиотизма заставляют верить в небылицы подменяют нам понятия насилуют убивают нас едят режут как скот проводят над нами страшный социальный эксперимент много земель чужеземцы сгубили в разных чертогах сварожьего круга черная зависть и взор затмевая когда они видят достаток друг друга зависть обман желания чужого вот в чем их цель даже в пекельном мире и потому чужеземцы пытаются все захватить сварки и между мире заповеди бога рамхата не идите за тьмой а идите за светом ибо идущие за тьмой сгинуть безвременно не внимайте тем кто призывает кривды а внимайте тем кто призывает к правде не внимайте тем кто глаголет что жизнь конечно ибо они сами не о чем возвещают. Не внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш, ворог ваш, а внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш, друже ваш. Заповеди Бога Сварога. Почитайте вы три дня в неделе, третий, седьмой и девятый. Почитайте великие праздники. Почитайте яйца в честь яйца Кощеев, что разбил дождь Бог наш, вызвав тем потоп. Почитайте поспеть и помните о пятнадцатилетнем переходе из Дарии в Россенью, как шестнадцатое лето предки наши славили Род Небесный за спасение от потопа Великого. Не питайтесь пищей с кровью, ибо будете, как звери дикие, и болезни многие поселятся в вас. Вы питаетесь пищей чистую, что растет на полях ваших, в лесах и садах ваших. Обретете вы тогда силы многие, силы светлые, и не настигнут вас сквори болезни и мучения состраданиями. Заповеди Бога Перуна. Сохраните память о всех предках родов ваших, и ваши потомки будут помнить о вас. Защищайте старых и малых, отцов и матерей, сынов и дочерей, ибо это родичи ваши, мудрость и цвет народов ваших. Воспитайте в чадах своих любовь к Святой Земле расы, чтобы не приезжались они чудесами заморскими, а могли сами сотворить чудеса, более чудные и прекрасные, того славу Святой Земли вашей. Не убеждайте вы тех людей, кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим. Кто убежит из земли своей на чужбину, в поисках жизни легкой, тот отступник рода своего, да не будет ему прощения рода его, ибо отвернется Бог от него. Совесть. Совместная весть. Совесть – это высший дар Божий, от нее не убежишь, не спрячешься, ее не обманешь и не заговоришь. За благие деяния она дает радость, за негожие дает страдания. И отрекутся многие люди от Святой Веры предков своих, и внимать начнут словам чужеземных жрецов, кое суть ложь неправедная, сбивающая детей человеческих с пути сил света. Времена крови и брата убийства принесут чужеземные жрецы на просторы земель родов расы великой, и обращать начнут людей в веру свою. Слово Перуна И по совету чужеземцев, тайно прибывших на Мидгард землю, люди станут лишать друг друга жизни, и начнут забывать они древнюю мудрость и законы Бога, Творца Единого. И придут жрецы чужеземные в земли расы великой, под видом торговцев и сказителей, и лживые легенды принесут они, и станут учить жизни неправедной людей расы великой, не ведающих зло и обман. И многие люди совратятся по повсети лести и обману, и променяют мир правий на девять порогов, распутство, ложь, самолюбие, бездуховность, невыполнение долга, неведение, нерешительность, лень и чревоугодие. Это случилось со многими землями, где побывали враги с мира темного, их привлекали богатство и недра, кои имели эти земли прекрасные. Лестью проникнув в доверие к жителям, они натравили людей друг на друга. Миллионы жизней унесут бессмысленные войны в угоду желаний чужеземцам, ибо чем больше будет войн и смертей между детьми человеческими, тем больше богатства обретут посланцы мира тьмы и овладеют влиянием над умами многих из расы великой. Темные силы для достижения своих целей применят даже фаж-разрушитель и огненные грибы, смерть несущей, поднимутся над Мидгард землей. Шло строительство новой цивилизации. В ней появлялись новые страны, Лемурия, Пацифида, Тартария и прочие. Конечно, сейчас мы не сможем точно указать годы создания этих стран, но одно мы скажем точно. После войны с Атлантидой количество так называемых стран увеличивалось вдвое по сравнению с предыдущей цивилизацией и вчетверо по сравнению с изначальным положением вещей. Вороги не только пошли по пути разделения людей, внедрения абсолютно чужных им способов добычи руды и ресурсов, но и заставили верить в нормальность строительства каменных домов и признание себя какими-то представителями отдельных стран, а не общего рода. Напоминаю вам, друзья, что задача ГП не состоит в том, чтобы уничтожить всех людей, а задача его состоит в том, чтобы ментально нас переделать и заставить нас поверить в то, что мы, по сути, животные, умеющие говорить. Убежденных в том, что убивать, грабить, стремиться зарабатывать деньги и прочее – это нормально. Ему нужна раса рабов, а это сделать с нами не так-то просто из-за нашей сильной родовой памяти. В генах у нас заложен светлый код знаний, поэтому на скоком нас не взять, а постепенная перекодировка вполне работает. Нужно понимать, что, среди прочего, ГП шел по всем направлениям в войне против нас. И одно из них – это постоянное внедрение нового летоисчисления. Чем больше мы внедряем новых летоисчислений, тем меньше мы помним о нашем великом прошлом. Чем меньше мы помним о нашем великом прошлом, тем больше вероятность того, что мы забудем и потеряем связь с нашей родовой памятью. Конечно, не стоит забывать и о терроформировании, ведь ГП ни на секунду не прекращал добывать ресурсы и вывозить их с нашей Мидгард-земли на другие участки. Данную добычу мы видим и сейчас, и только слепой не понимает, что это никакая не игра природы, а вполне конкретная добыча ресурсов. Кстати, на данный момент США подвергается под своей территорией особо жестокой добычи и выработки породы. Представьте пирамиду, переверните ее вверх ногами, и вы получите современное положение штатов. Не удивлюсь, если очень скоро нас ждет очередной потоп. Все циклично. Что такое церковь? Реально, по-настоящему. Что такое церковь? Церковь, цепковь, це – это родовой круг отцов-ведающих. В церкви раньше были исключительно школы. Необычная форма здания помогала подключаться к информационному полю, благодаря которому дети усваивали знания лучше. Ведущие отцы, учителя, учили детей в этих школах. С 1917 года были уничтожены почти все ведические храмы, так как в них было очень много солярных знаков, то есть свастик. В Москве храм Василия Блаженного на самом деле был ведический храм Перуна. 60 лет в этом храме шел капитальный ремонт. Со всех стен отбивали и уничтожали свастические символы. Под конец хотелось бы ответить на вопрос, который у вас, наверное, возник в голове на протяжении моего рассказа. Почему светлые силы так мало нам помогали? Почему не спасли нас? Почему позволяли вообще делать с нами то, что было сделано? Вопросы вполне справедливые, и мне хотелось бы подробно на них ответить. Дело в том, что война против темных идет очень давно. Идет она на всей территории нашей планеты, и, конечно, фронта ее обширны. На многих ячейках ситуация даже хуже, чем наша. Иногда даже в истории наших земных войн какой-то армии приходилось жертвовать городами или даже целыми регионами для того, чтобы спасти армию, положение и в итоге победить. Это, в принципе, нормально. Поэтому для того, чтобы спасти другие ячейки, нашим предкам пришлось пожертвовать одной из ячеек. И этой ячейкой оказались мы. Конечно, это обидно и может показаться несправедливым. Но война есть война. И для спасения всего рода, тем более наши родичи знают, что мы, по сути, бессмертны. И гибель тела не имеет значения. Можно пожертвовать целой землей. Заповеди Бога Рамхата. Не внимайте тем, кто глаголит, что жизнь конечна, ибо они сами не ведают, о чем возвещают. Хотя это, конечно, не значит, что нам не помогали. Наши постоянно засылают к нам волхов, спасителей, жрецов, детей Индиго и многих других. Через рождение на земле Оных они помогали нам, помогали нашим душам, пробуждая в нас те остатки родовой памяти, которые еще остались. Например, если, помните, я говорил, что два корабля были уничтожены, а третий просто получил повреждения и был вынужден улететь на ремонт. Так вот теперь тут он и постоянно за нами следит. Следит и помогает. Помните книгу или фильм «Трудно быть Богом»? Ничего не напоминает? Я вам даже больше скажу. Подобное происходит почти во всех ячейках, и наше не исключение. Нам, в принципе, еще сравнительно повезло. У нас остается хотя бы один корабль после продолжительного ремонта. Но есть ячейки, где наши родичи вообще не защищены. Там уничтожены все корабли Луны. Конечно, даже сейчас многие из нас, из людей, постоянно вывозятся с нашей ячейки. Как точно идет отбор и кто достоин, я не знаю. Но знаю только то, что постоянного контакта, прямого контакта наших родственников нету с нами по одной простой причине. Мы заражены, и они не хотят заразиться от нас невежеством и темной энергией. Ведь мы заражены невежеством, злобой, похотью, цинизмом, потребительством, жаждой наживы и прочим. Они никак не могут себе позволить перенести заразу отсюда в чистый и незараженный мир, где под защитой живут наши родственники. Мы под оккупацией, мы в блокаде. Но скоро все изменится. Друзья, мы живем с вами в прекрасное и удивительное время. Время конца времен. И каждый из нас, родившийся здесь сейчас, рожден не просто так, а рожден для того, чтобы пройти свой собственный, сложный и тернистый путь. И даже если вы не в силах понять цели и задачи, которые вам уготованы, это значение не имеет. Потому что все идет так, как должно. Слушайте себя. Слушайте свой внутренний мир. И ориентируйтесь, живите по законам наших предков, по законам справедливости. Защита всех родов своих, святой земли, отцов своих, древней веры, первопредков своих. Есть переверший долг каждого человека из расы великой или потомка рода небесного. Да во все времена, пока светит ярило солнце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok